Так выглядит начальная школа и дофинансированная Евросоюзом на 37 796 839 злот. Такое здание красивое. Расскажи, пожалуйста, по поводу образования. Образование в Польше делится на несколько этапов. Есть в предшколе, то есть начальная школа, потом считается как старшая школа и уже дальше идет, ну как в Украине, в России, колледжи, ну и уже высшее образование. В принципе, в Польше высшее образование, по сравнению со всеми европейскими странами, довольно-таки дешевое. Средняя цена обучения в год где-то колеблется от 3,5 до 7-8 тысяч злотых. Это за год. Там можно вносить как частями, так и одной суммой. Можно даже заплатить за весь период обучения. Но польское образование, оно признается в Европе. То есть человек, который закончил польское высшее заведение, он может работать спокойно в других странах Европы. По сравнению с тем, что если закончить такое же учебное заведение в России, в Украине, в Узбекистане, соответственно, ваше неудостоверение, ваш диплом придется подтверждать. Понял. Да, сейчас в Польше пробуют упростить систему подтверждения, потому что у них сейчас очень мало специалистов в медицине, автомехаников. Это вообще ужас. Есть ли хороший автомеханик, у него всегда очереди стоят. К примеру, элементарные какие-то вещи, найти хорошего механика, который сможет починить, это в Польше довольно проблемно. Это надо через знакомых просить, чтобы подъехали, попросили за тебя и так далее. Скажи по поводу заочного образования. Оно чем-то отличается? Заочное образование, оно полностью отличается от страны СНГ, потому что здесь в основном заочники, они с понедельника по пятницу работают, суббота, воскресенье идет начитка лекций. На каком языке? На польском и английском. То есть на английском можно учиться? Понятно. Учебное заведение, да. А бесплатное есть образование? Это только для тех, кто имеет карту поляка. ВНЖ? Нет, карту поляка. То есть у кого есть польские корни, и они получили карту поляка. Стипендию какая у тех, кто получил карту поляка? Здесь по-разному. Где-то, я думаю, в районе от 900 до 1200-1400 злотых. Потому что люди, которые учатся в разных учебных заведениях, я слышал разную степень. Сказать, у всех она одинаковая, но это тоже нельзя. Ограничения есть по возрасту? По обучению? Да. Я, по крайней мере, не слышал. Я знаю, ребята у нас даже из Украины, которые приезжают, и в 33, и в 35 поступают. В принципе, с этим проблем нет. А в 50? Честно, не знаю. Это надо уже уточнять в самих учебных заведениях. С таким еще не сталкивались. Я понял. Друзья, пишите в комментариях вопросы. Пока мы здесь, в Польше, можем что-нибудь вам показать и рассказать. Всем удачи, пока.